У нас сегодня очень интересная и нужная всем, абсолютно всем, и некоммерческим организациям в том числе, информация, которую нужно просто знать. И тема наша звучит следующим образом. Это обязанности операторов персональных данных, которыми, собственно, вы должны являться, некоммерческие организации. Сегодня с нами спикер. Это Кольцова Алла Владимировна, начальник отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных Управления Роскомнадзора по Амурской области. Она нам очень детально и понятно расскажет, каким образом мы с вами должны работать с персональными данными, как нам обращать внимание на те или иные письма, которые приходят в наш адрес от разных источников и, собственно, много другой и необходимой информации. Поэтому я представляю Аллу Владимировну. Присаживайтесь. Спасибо за представление. Добрый день, коллеги. Речь пойдет о требованиях 152-го федерального закона, он так и называется, от персональных данных. Все мы о нем в той или иной форме слышали, в том или ином формате сталкивались. Но вот на сегодня я хотела бы рассказать, ну, во-первых, повод очень интересный. Ну и расскажу о том, что пугаться совершенно не надо. Закон небольшой, несложный. Я взяла с собой для образца распечатанный закон, то есть он совершенно не огромный, это не многотомный. Рекомендую его прочитать обязательно, потому что все мы с вами являемся в той или иной форме, отнесенными к этому закону. С одной стороны, это организации, органы, которые занимаются обработкой персональных данных, они называются операторами. С другой стороны, мы все граждане, которые на законодательном языке называются субъектами персональных данных. И вот как раз-таки наша служба, в частности наше отдел, занимается и привлечением операторов к исполнению законодательства, и к защите прав субъектами персональных данных. Начну с вот этих вот писем. Писем бояться не надо. Это рекламная рассылка. На нашем сайте есть информация о, кстати, вот фейковых рассылках. Но единственное, нет было бы счастья, но несчастье помогло, вот эта вот организация, она оказывает определенное содействие нам и вам в том числе. Она обращает внимание на столь церковный закон и подводит нас к тому, чтобы мы обратили внимание на нашу деятельность в части исполнения как раз-таки этого законодательства. И вот в небольшой презентации я попытаюсь разъяснить вам, надеюсь, понятным для вас языком, основные требования законодательства в части обработки персональных данных. Мы уже с вами поняли, что вы относитесь к операторам персональных данных. Так вот, в целях соблюдения законодательства о персональных данных вы должны проанализировать свою деятельность в части обработки персональных данных, понимать, что такое персональные данные, что является обработкой персональных данных. И в частности изучить закон и постараться его исполнять. Законодательство о персональных данных, оно включает несколько разделов. Вот изначально это 152-й федеральный закон, он нормативный акт, который регламентирует и регулирует обработку. Есть несколько федеральных законов постановлений правительства, которые, так скажем, в дополнение к 152-му федеральному закону, какие-то более узкие направления деятельности, обработки затрагивают. В частности, это Конституция Российской Федерации, понятное дело, это все наши права и обязанности, это трудовой кодекс, потому что в любом случае в том или ином формате, в том или ином объеме мы с вами ведем трудовые отношения, принимаем сотрудников, выплачиваем их заработную плату. И уже более узкие постановления, которые регламентируют обработку персональных данных государственных и муниципальных органов, обработку персональных данных, без использования средств автоматизации и с использованием средств автоматизации. Все эти законодательные акты, они имеются в открытом доступе, они тоже не имеют большой объем, можете взять, прочитать и пользоваться ими. Первое, что должен сделать каждый оператор, это известить уполномоченный орган о том, что он осуществляет обработку персональных данных. У себя внутри организации, для того, чтобы уведомить Роскомнадзор, направить уведомления о включении в реестр операторов, нужно провести некоторые действия с организацией обработки, с формированием пакета локальных актов. И первое, что нужно сделать, это, наверное, назначить человека, который будет изучать детально законодательство, изучать требования, будет отвечать за организацию обработки персональных данных в вашей организации, в вашем ведомстве. Естественно, человек, на которого возложены эти обязанности, должен понимать, что со всем этим делать, и, естественно, в должностной инструкции, в контррегламентирующем документе должны быть его обязанности изложены. Соответственно, человек, который назначен ответственным, это должен быть приказ, да, и человек должен как минимум ознакомиться с этим приказом, в идеале ознакомиться со всеми нормативными документами оператора, касающимися обработки персональных данных. Внутри организации обязательно должны быть утверждены внутренние локальные акты. В общем-то, перечень локальных актов, которые должны иметься в наличии, они установлены законодательством. Естественно, содержание их может быть разное, все это зависит от той формы деятельности, которой организация занимается. Презентация вам останется, обязательно ознакомьтесь, я не буду на каждом пункте останавливаться подробно. Перейдем к следующему слайду, где есть, опять-таки, типовые формы будут вами утверждаться, обязательно должно быть утверждение в внутренних документах. Повторюсь, что содержание документов даже при контрольно-надзорном мероприятии мы не анализируем. Мы в первую очередь смотрим наличие того или иного документа. То есть, внутрь документа, в вашу деятельность и указание вам, каким образом вы должны у себя организовать обработку персональных данных, мы не будем вмешиваться, мы на это не уполномочены. Даже законодательно указано, что оператор сам самостоятельно принимает решения о необходимых и достаточных мерах для обеспечения организации обработки персональных данных. Не только Управление Роскомнадзора контролирует и анализирует вашу деятельность в части обработки персональных данных. За движением и безопасностью средений, которые вы у себя содержите в документах, либо в информационных системах следят и Федеральная служба безопасности, и Федеральная служба по экспертному контролю, СТЭК России. То есть, они также могут приходить к операторам с проверками, анализировать их деятельность, в частности, и по обработке персональных данных. Обратите внимание, что обработка у нас может быть как автоматизированная, смешанная, то есть автоматизированная, плюс без средств автоматизации, и не автоматизированная. То есть, это постановление 687, оно говорит о том, как вы даже при отсутствии каких-то информационных систем обязаны вести у себя деятельность по обработке персональных данных. Очень часто не обращают внимания на однократный вход. Вот это 687-е постановление правительства, оно как раз таки разъясняет, какие документы, какие правила и права у оператора в части обработки персональных данных без использования средств. Если у вас, допустим, вахтеры, то обязательно должен быть заведен бумажный журнал, в котором они фиксируют доступ к помещению в режиме объекта. А как дальше? Ну, ничего, я могу продолжить рассказывать. Все, 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 можно. Это не просто, возможно, что в безопасности обработке персональных данных. Бывает такое, что у оператора полный перечень документов, но при этом ни один из сотрудников не ознакомлен. Знакомки своих сотрудников, знакомки своих работников, они должны знать все свои права и полномочия. И вот после того, как полный комплект документов для организации уже сформирован, внутри организации, локальных актов, и каким-то образом внутренняя работа настроена, оператор обязан уведомить уполномоченный орган, то есть Роскомнадзор, о том, что осуществляется обработка персональных данных. Это осуществляется методом направления уведомления. Уведомление о включении оператора в реестр направляется однократно. То есть вы формируете комплект документов, организуете все работы, и о том, как вы организовали эту свою работу, вы нас уведомляете. Достаточно простая форма для заполнения, она у нас размещена на сайте на нашем Управлении Роскомнадзора Бамбургской области. Я чуть позднее покажу прямо на самом сайте, как ее заполнить, и какие сведения, какие поля нужно заполнять. Если вы уже включены в реестр операторов персональных данных, ваша основная задача – поддерживать запись сведения в этом реестре в актуальном состоянии. Если у вас увольняется сотрудник, увольняется работник, если вы перемещаетесь с одного места на другой, если у вас меняется наименование, форма собственности и так далее, вы уведомляете нас уже информационным письмом о внесении изменений. Форма информационного письма также размещена для заполнения в электронном виде на нашем сайте, и я вам покажу, как это заполняется. Обязательно всю вашу обработку вы осуществляете, когда вы уже организовали, вы уже понимаете цели ваши, цели сбора, объем сбора персональных данных, порядок их хранения, уничтожения. Все вот это, всю вашу деятельность, всю вашу организацию вы оформляете в виде документов. Документ может называться политика либо положение в обработке персональных данных, и оно также должно полностью соответствовать вашей фактической деятельности, вашим уставным целям, в общем, поддерживать его в актуальном состоянии. Обращаем внимание на то, что те изменения, которые у вас произошли, вы должны нас известить на них в течение 10 дней с момента введения в действие тех или иных изменений. Если у вас есть сайт, то обратите внимание на то, что законам предусмотрено при наличии форм сбора или обратной связи, или форм сбора персональных данных, регистрационных форм, наличие на сайте размещенной политики положения. Если у вас сайта нет, либо на сайте вы не ведете сбор персональных данных, то достаточно, чтобы этот документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, был размещен, но где-то на вашем информационном стенде. Мы когда приходим на контрольно-надзорное мероприятие, мы в первую очередь визуально смотрим, все ли соблюдено у оператора по обработке персональных данных, в том числе в наличии в свободном доступе документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных. Вернемся к рассылаемым письмам. Обратите, пожалуйста, внимание на электронный адрес управления Роскомнадзора, особенно на часть доменную, которая после знака галочки. Вот все электронные отправления, которые вы получаете от Роскомнадзора, будут содержать исключительно вот такой вот домен rkn.gov.ru. С иных электронных адресов рассылки Роскомнадзора не было и быть не может. Но еще обращу ваше внимание, что, наверное, большую часть писем, основную часть писем мы рассылаем почтой России. Поэтому, если вы получаете какие-то сообщения по электронной почте, обращайте внимание на домен. В других доменах Роскомнадзор рассылку свою не осуществляет. Что касается получения вот этих вот писем с угрозами, да, есть в них, на мой взгляд, нарушения законодательства рекламы. И эти нарушения, они входят в полномочия в компетенцию Федеральной антимонопольной службы, в частности, управления по Амурской области. Поэтому в форме обращения вы можете направить образец этого письма, который вы получили, и обращение в нашу антимонопольную службу с тем, чтобы они осмотрели при наличии нарушений и приняли те или иные меры административного реагирования. Вот. А сейчас я зайду на сайт, на сайт управления Роскомнадзора и покажу основные шаги для формирования уведомления о включении оператора в реестр операторов персональных данных. Вот. Проще всего, проще всего, вот это вот сайт управления Роскомнадзора по Амурской области. Проще всего найти вот через наш сайт вот эти формы для заполнения. Во-первых, электронные формы заявлений в меню основном. Видно, да? Да. Электронные формы заявлений. Или для ускоренного входа есть вот форма уведомления в правом верхнем углу и форма информационного письма. Как мы с вами выяснили, что уведомления у нас направляются однократно, информационные письма направляются столько раз, сколько вам это необходимо с целью корректировки ранее внесенных в реестр седений. Вот. Я зайду через электронные формы заявлений. Обратите внимание, что начинается страница в электронных формах заявлений, методические рекомендации, и то, что вам может понадобиться, это образцы заполнения, уведомления об обработке и намерения обработку персональных данных, либо о заполнении информационного письма. Для того, чтобы заполнить уведомления, там обязательны к заполнению все поля. Для направления информационных писем заполнение всех полей не требуется. Сейчас мы открываем форму уведомления об обработке. Вы первоначально будете регистрироваться, если еще не направляли в реестр. Вот. Есть несколько вариантов заполнения. Первое – это заполнение электронной формы, но с последующим предоставлением документа на бумажном носителе, обращая внимание на то, что Роскомнадзор начинает обработку документов либо на бумажном носителе, заверенных оригинальной подписью печати, либо документов, заверенных электронной цифровой подписью. Вот. Ну, давайте как бы на бумажном носителе посмотрим. Вот такая вот форма, она несложная. Все поля, которые необходимо обязательно заполнить для прохождения регистрации и направления уведомления, они отмечены звездочками. Управление, в которое мы направляем, так как вы являетесь оператором Амурской области, то направляйте в Амурскую область. Если вы являетесь оператором иного региона, соответственно, выбираете регион и субъект, относящийся к месту вашей регистрации по вашему Еврю. Тип оператора. Мы сейчас с вами говорим о юридических лицах, некоммерческие организации, они имеют статус юридического лица, соответственно, если это индивидуальный предприниматель, то это выбираете свое наименование у органа. Вот. Дальше, ну, тип оператора. Дальше указываете свое наименование, обязательно указывайте его ровно в таком же формате, в котором оно указано в Еврю, потому что мы сверяем и в некоторых случаях при проведении проверок устанавливаем расхождение, то есть уже получается это один из видов нарушения. Вот. Сокращенное наименование, оно не указано красной звездочкой, можете его указывать, можете не указывать. Естественно, это адрес оператора, вот это вот ваши реквизиты, с ними все понятно. И теперь заполняем основные сведения об операторе. Что же такое правовые основания обработки персональных данных? Совершенно верно, что всегда пишут устав организации или там юридического лица, государственного органа, всегда ссылаются на Конституцию, ссылаются на трудовой кодекс, это все правильно. Помимо этого, правовым основанием обработки персональных данных является то положение, которое вы внутри своего органа разработали, то есть положение об обработке персональных данных. Вы берете согласие, согласие с ваших клиентов, согласие с ваших посетителей, согласие с ваших сотрудников-работников, то есть согласие. И не забудьте сюда указать полный перечень правовых оснований вашей деятельности, то есть какое-то отраслевое законодательство, которое регламентирует, регулирует вашу деятельность, в рамках которого вы осуществляете сбор обработки персональных данных. Цель обработки персональных данных, как правило, указана в вашем уставе. Как мы уже сказали, что это трудовые отношения, ну и те цели, с которыми вы осуществляете сбор персональных данных в рамках вашей уставной деятельности. Дальше, вот описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и статьей 19 Федерального закона о персональных данных. Вот тут можно вообще не мудрствовать. Вы открываете закон, вы открываете статьи, и тут перечислено ровно все то, что должно быть у оператора, и смотрите, что соответствует вашей деятельности, что у вас действительно реализовано, включаете сюда. Если у вас какие-то меры не приняты, какие-то документы не разработаны, то, естественно, выдумывать или что-то копировать из образца заполнения совершенно не нужно. Сведения обеспечении безопасности. Понятное дело, что законодательством предусмотрена ответственность оператора за сохранность тех сведений, которые он взял себе в обработку. Вы собираете персональные данные, у вас, допустим, на бумажах, носителях личные карточки, трудовые книжки, они ни в коем случае не должны разбросаны быть по столам в кадровой службе. Они должны лежать в определенном месте, в определенном кабинете. Доступ в этот кабинет должны иметь только те люди, которые имеют право работать с персональными данными, с кадровыми документами. И наверняка у вас организовано хранение в шкафах, в запираемых сейфах, может отдельное помещение, в котором хранятся личные карточки, либо трудовые книжки. То есть они в доступе для неограничного круга лиц ни в коем случае не должны находиться. Дата начала обработки персональных данных – это та дата присвоения ОГРМ в идеале. То есть может быть такое, что у вас деятельность началась, деятельность по обработке персональных данных фактически началась гораздо позднее, чем мы зарегистрировались. Но придерживаемся правила, что дата начала обработки персональных данных совпадает с датой присвоения вам ОГРМ. Если вы ошибетесь при заполнении уведомления, в этом нет ничего страшного, никаких штрафных санкций за это нами не предусмотрено. Вы в любой момент можете проанализировать свою деятельность и видеть, может быть, какие-то недочеты либо изменения и, соответственно, вносите их уже информационным письмом о внесении изменений. Дальше. Сведения об информационных системах, в которых осуществляется обработка персональных данных. К информационным системам база данных относятся не только компьютерные какие-то базы. Место хранения персональных данных, допустим, кабинет, где те же самые трудовые книжки либо личные карточки хранятся, это тоже является местом хранения, тоже база данных. База. База, где хранятся персональные данные ваших клиентов, ваших сотрудников. Так вот, то, что вы, те действия, которые вы планируете и осуществляете с персональными данными, они тоже должны быть указаны. Сбор, хранение, уничтожение, передача, обезличивание и так далее, это как раз таки и есть действия, которые вы делаете. Допустим, возьмем такое действие, как распространение. Распространение – это предоставление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц. Допустим, под распространением, например, понимается публикация на вашем сайте фотографии сотрудника, пусть даже там на странице ими гордится организация. Либо в социальной сети, в сети Инстаграм публикация каких-то персональных данных, там место жительства, фамилии, имя, отчество под фотографией и так далее. Вот с 1 марта этого года для распространения нужна совершенно отдельная особая форма согласия. Причем в этой форме субъект самостоятельно говорит, где он соглашается распространять информацию, в каком объеме. И нарушение вот этого уже распространения, положение распространения, оно влечет действительно серьезные меры административного воздействия. Будьте очень аккуратны, если вы размещаете какую-то информацию на своих сайтах, в социальных сетях, может быть, на каких-то информационных стойках вне вашего учреждения, то есть в тех местах, где доступ к информации имеет неограниченный круг лиц. То, о чем я говорила, те действия, которые, те способы, с которыми осуществляется обработка персональных данных. Автоматизированная, не автоматизированная, но, как правило, обработка персональных данных смешанная. То есть указываете в поле чекбокс, указываете, какой вид обработки у вас осуществляется. Дальше, если у вас есть внутренняя сеть, то с передачей по внутренней сети, если внутренней сети нет, то без передачи по внутренней сети. Если у вас есть, а как правило, есть обмен данными через сеть интернет, это и начисление заработной платы, и сдача бухгалтерской финансовой отчетности в различные государственные органы и учреждения, то у вас передача по сети интернет имеется. То есть ставите в передачу к сети интернет. Частая ошибка при заполнении уведомления, это поставят только одну галочку из всех этих возможных вариантов и успокаиваются. Доходя до конца, удивляются, что форма не отправляется, не заполняется. Следующий раздел – это категория персональных данных. Отнеситесь, пожалуйста, к заполнению этого раздела очень серьезно. На момент разработки вашего положения либо политики об обработке персональных данных вы уже должны понять, какой объем данных вы обрабатываете. Вот здесь вот указаны исключительно общераспространенные персональные данные, которые, как правило, берутся операторами в работу. Но здесь не указаны, допустим, такие категории, как воинская обязанность, да, допустим, там, сведения о каких-то документах, там, реквизиты тех или иных документов, миграционные карточки и так далее. Так вот, вы проанализируете вашу деятельность в полном объеме. Если у вас есть, допустим, иностранные граждане, то ставите там миграционные документы в состав персональных данных обрабатываемых. Если у вас военнообязанные граждане, естественно, ставите сведения о воинском учете, там, о воинской обязанности. То есть тут вот должен быть указан исчерпывающий перечень. Помимо вот этих вот галочек, в разделе «Другие категории персональных данных» руками набираете те категории персональных данных, которые вы фактически в вашей деятельности обрабатываете. Обращаю ваше внимание на специальные категории персональных данных. Вот у нас есть специальные категории, геометрические персональные данные, для обработки которые, обработка которых осуществляется исключительно с письменного согласия, письменное согласие, то есть если вы обрабатываете политические взгляды, сведения о состоянии здоровья, то в вашем согласии, которое вам дает субъект, обязательно должно быть поле о том, что он дает согласие на обработку вот этих вот специальных и уж тем более биометрических персональных данных. Если вы по роду деятельности сведения о состоянии здоровья не обрабатываете, не надо ставить лишнего, потому что при проверке мы на это обращаем внимание и на сегодняшний день по новому законодательству о контрольно-надзорной деятельности мы относим операторов до того, как мы планируем проведение контрольно-надзорных мероприятий к определенной категории риска. Так вот, состояние здоровья – это повышенная категория риска, и если у вас изосновательно указана, допустим, эта категория, то с большей вероятностью мы придем к вам проверять на предмет соблюдения требований законодательства персональных данных и с большей частотой. Поэтому очень внимательно, очень тщательно указывайте эти вот сведения. Следующий момент – это категория субъектов персональных данных. В категориях вы указываете именно тех лиц, ну не Иванов Петров, Сидоров фамилии, а вот именно категория, то есть у вас сотрудники-работники обязательно, да? Если, допустим, у вас по уставной деятельности вы как-то связаны с клиентами, с какими-то или с пациентами, то, соответственно, указываете пациенты. Если у вас есть сайт, сайт, особенно на котором осуществляется сбор, то посетители сайта, как правило, забывают в категории субъектов вносить родственников, близких родственников, сотрудников. В любом случае у вас в рамках кадровой деятельности идет обработка свидетельств о рождении, свидетельств о смерти, о регистрации брака. Также частенько забывают о том, что по архивному законодательству работодатель продолжает хранение документов, личных карточек и так далее после увольнения сотрудника. То есть у вас архив 75-50 лет хранится личное дело. Поэтому указывайте в категории персональных данных бывших или уволенных сотрудников, работников и близких родственников, бывших уволенных сотрудников, работников. Обратите внимание на раздел «Трансграничная передача». В случае, если вы передаете сведения, персональные данные за пределы Российской Федерации, иностранное государство, то, опять-таки, указываете «да» или «нет». Вот этот вот раздел, вот этот пункт, он также участвует при формировании степени риска для оператора. То есть мы в первую очередь обрабатываем и анализируем, контролируем организацию, которая в «Трансграничной передаче» есть. Это не значит, что при наличии «Трансграничной передачи», если вы поставите «нет», это будет хорошо. Ни в коем случае вы указываете ровно то, что соответствует вашей фактической деятельности. То, что касается шифровальных криптографических средств, тут выбор идет между используется и не используется, но обратитесь к вашим бухгалтерам, они-то наверняка знают, потому что, во-первых, они их приобретают, во-вторых, они пользуются программным предпечением, которое использует эти шифровальные средства. Если у вас идет начисление заработной платы, то шифровальные криптографические средства используются 100%. Поэтому, если они у вас есть, если вы начисляете зарплату на банковские карты, то указывайте здесь. Что же такое база данных? Мы уже с вами выяснили, что это то место, где фактически осуществляется хранение ваших персональных данных ваших сотрудников. СОД – центр обработки данных. Если вы не привлекаете сторонние организации, если вы самостоятельно организуете обработку, если вы самостоятельно у себя на своей территории храните, то адрес СОДА – страна Российской Федерации, мы за границей, за пределами Российской Федерации данные хранить не можем. Адрес СОДА может отличаться от вашего юридического адреса, если, допустим, у вас многофилиальная структура или, допустим, есть отдельное хранилище для документов, разные организации бывают. Но адрес СОДА должен отражать конкретное определенное место, то есть подробный адрес, где располагается ваше место хранения персональных данных. Это же относится и к серверам. То есть если у вас сервер, на котором хранятся сведения вашей организации, находится в аренде, это не ваша собственность, и он находится по-иному от вашего юридического либо фактического адреса, значит, указываете тот адрес, который есть. Обратите внимание, баз данных может быть несколько. То есть если у вас места хранения персональных данных разбросаны территориально, то вы указываете несколько. Добавить сведения, добавить сведения. То есть будет СОД-1, СОД-2 и так далее. Обязательно указание в реестре сведения о лице, который назначат ответственным за обработку персональных данных. Это не говорит о том, что вот одного человека назначили, и вот по огромной организации всех собак спускаем по персональным данным, обозначить информацию на одного человека. Нет. Это тот сотрудник, который вы назначили за организацию обработки, а участвовать в этой организации обработки уже могут, может, несколько человек. На реестре нужно указание действующего человека, которому мы можем позвонить при наличии вопроса, при поступлении к нам обращений с жалобой или с информацией об этом операторе. Поэтому в разделе «Ответствие за организацию персональных данных» должны быть указаны действующие сотрудники. Сотрудник увольняется, вы нас освещаете об изменении. Почтовый адрес, куда мы можем направлять корреспонденцию, контрактные номера, адрес электронной почты. Когда мы приходим на проверку, конечно же, мы сверяем сведения, которые вы указываете в реестре, с теми сведениями, которые есть на самом деле. Просим локальные акты предъявить, анализируем соответствие локальных актов фактической деятельности. Ну и, соответственно, если какие-то нарушения выявляем, то призываем их устранить. Дальше вы заполняете, кто сотрудник заполнял эту форму, тоже при наличии каких-то вопросов, при наличии каких-то необходимостей в каких-либо иных уточнениях, мы направляем письмо. После получения от вас уведомления направляем письмо о каких-то изменениях, дополнениях. То есть мы не бросаем оператора. Вот как сделали, так и сделали. Вы будете отвечать за неправильное исполнение. В любом случае, по тем телефонам, которые я указала в презентации, и на нашем сайте эти телефоны размещены, вы в любое время можете позвонить, задать вопросы. Если у вас какие-то сомнения есть, можно и письменно обращаться, можно и по телефону решать вопросы. Любой сотрудник, который поднимет трубку в отделе, ответит вам стопроцентной компетентностью на все возникшие вопросы. Указываете сведения об ознакомлении, подтверждение согласия на передачу информации и отправите электронное уведомление, подготовить форму к распечатке. На текущий момент мы, конечно, форму не заполнили, но при корректном заполнении форма будет предложена для печати. Вы ее распечатываете, подписываете живыми печатными подписями. Либо, если выбрали формат заполнения с электронной цифровой подписью, то подписав электронную цифровую подпись, форма поступает к нам. Теперь я бы хотела вернуться к информационным... А, вот еще один такой момент. Если вы ранее заполняли форму, но у вас она по каким-то причинам не сохранилась, не распечатали, вы всегда можете заполнить форму данными из ранее направленного письма. Единственное, когда выходит печатная форма, обратите внимание, в конце формы есть ключ и код. И введя вот эти вот номер формы и ключ, вы сможете получить заполненную ранее форму всеми вашими данными. Вот это мы с вами заполняли уведомления. А есть еще, если вы хотите уже заполненное уведомление внести какие-то корректировки, то это осуществляется через информационное письмо о внесении изменений. Давайте вот так пойдем. Поля, помеченные красными звездочками, тоже можно это произойти. Можно зайти через электронные формы заявлений, можно зайти напрямую через ссылку на информационное письмо. Обратите внимание, здесь вы заполняете для корректировки красными звездочками запомечены не все поля. То есть только те поля, которые помечены красными звездочками, обязательны к заполнению. Кроме них, вы заполняете те поля, которые хотите поправить. То есть, если вы, допустим, хотите поправить наименование, вы заполняете только наименование. Суть такая же, доходите до конца формы, тоже соглашаетесь, отправляете электронное уведомление, готовите форму красный чат. В общем-то, сложностей никаких нет. Есть образцы заполнения, там указаны основные пункты. Указаны основные в образцах заполнения, указаны обобщенные, так скажем, сведения. Ни в коем случае не стоит копировать их бездумно. Копировать их бездумно в реестр, если у вас те сведения, которые указаны в образце, не соответствуют вашей фактической деятельности. Страшного нет ничего. Совершенно необязательно привлекать сторонние организации, те, которые занимаются рассылкой рекламных писем с предложением своих услуг, для формирования уведомления либо направления письма о внесении изменений. Вы можете ознакомиться с рекомендацией, вы можете позвонить нам. В любом случае, как бы, ответим, разъясним, подскажем. Так что не ведитесь на эти страшные рассылки. Я думаю, что вопросов не возникнет. Градиция, конечно, подождитесь прочитать законодательство, которое я в презентации приводила. Это восстановление правительства. Они небольшие, они несложные. Достаточно... Вы же знаете свою деятельность. То есть вы можете спокойно понять, что вам в той или иной форме, в той или иной графе заполнять. Если вопросы возникнут, я опять... Так, комплект документов, образцы. Ну, образцов, наверное, в интернете есть образцы заполнения, но на сайте нет, потому что мы не можем смотреть у каждого оператора свои особенности. Допустим, медицинское учреждение, особенности деятельности, они отличаются, допустим, от государственного органа или от коммерческой организации. Поэтому, как таковых, образцов нет. Но можно зайти, допустим, нажать положение об обработке персональных данных, там, некоммерческой организации. Наверняка будут какие-то образцы, которые вы можете скачать, ознакомиться и адаптировать под вашу деятельность. Как таковых, говорю, мы содержание документов не анализируем их досконально. Конечно, мы читаем положение, мы анализируем объем персональных данных, которые берут в обработку. Допустим, организации, как я уже сказала, которые не... Фактически, ей нет необходимости знать о состоянии здоровья. Это не водители, это не высоковольтные какие-то линии, не обработка каких-то там секретных сведений. Которые предусматривают наличие справки о допуске к работе. То нет необходимости собирать эти сведения о состоянии здоровья. Если, допустим, опять, воинского учета нет, если в организации там одна бабушка-вахтерша, то, соответственно, сведения о воинской обязанности в воинском учете тоже не нужны. Анализируйте объем сведений, которые вы берете в обработку. Потому что все сведения, все персональные данные должны быть взяты в обработку исключительно для реализации тех целей, законных целей, которые перед организацией либо органом стоят. Ну, тут, да, подскажите, термометрия сотрудников-то считает о состоянии здоровья? Я бы не относила измерение температуры к сведениям о состоянии здоровья. Потому что, ну, это законодательно неустановленная процедура. То есть это, наверное, она больше по пожеланию делать. Законом она не предусмотрена. И указать, допустим, такую цель, как измерение температуры тела в положении в обработке персональных данных, наверное, оно не будет указано. А вот если вы берете какие-то справки для того, чтобы допустить к вождению водителей, они обязательно в медицинский осмотр проходят. То есть если у вас есть водители, то сведения о состоянии здоровья у вас в положении об обработке персональных данных должны быть. Есть ли, допустим, справка на обводе, если вы начнете в момент актуальность, который требует обновать? Ну, тут включается другое федеральное законодательство. Обработка персональных данных осуществляется согласие с субъектом персональных данных. Но есть ряд случаев, когда обработка может осуществляться без согласия. В том числе это моменты, когда идет угроза жизни и здоровья. Это уже другой закон работает. Это уже другой закон. Плюс у нас есть субъектовое распоряжение, субъектовые указания положения губернатора, которые мы также должны исполнять, учитывая то, что у нас ситуация близко и чрезвычайная, и ведь идет о сохранении здоровья жителей города нашего. Поэтому нужно в любом случае относиться с пониманием, если где-то требуется та или иная справка для того, чтобы осуществить доступ, допустим, в объекты культуры или медицинские, детские учреждения. Это же защита и нашего здоровья, и здоровья наших детей. Поэтому нужно понимать ситуацию и относиться к этому терпеливо. Если у меня бухгалтер на аутфорсе, то и его организации пишут адрес, где хранятся. Вот, да, вопрос. У нас у многих организаций, бухгалтерий ведут организации просто. Значит, наверняка для аутфорса есть у вас договор. То есть вы, как оператор, взятший в обработку персональные данные, вы передаете сведения для начисления заработной платы и так далее третьим лицу. Если это третье лицо осуществляет обработку персональных данных на своей территории, то вам нужно указывать их адрес. И указывать эту организацию как организацию, которую вы уполномочили на обработку персональных данных, которые вы, как оператор, берете у ваших сотрудников, работников и так далее. То есть тогда указывается их адрес. Как часто проверки, есть ли и график? Значит, в зависимости от степени риска проверки у нас могут проводиться и ежегодно, и раз в пять лет. Как я уже сказала, степень риска, она зависит от тех категорий персональных данных, которые вы обрабатываете. График есть. В конце предыдущего года мы утверждаем план проверок на следующий год. Он размещается на нашем сайте. С этого года все проверки по новому законодательству контрольно-надзорному мы согласовываем с органами прокуратуры. Также можно идти в проверки и проверить через реестр проверок, реестр контрольно-надзорных мероприятий, генеральной прокуратуры. Немного операторов у нас попадает в проверки. Так как у нас и учреждение не очень большое, и штаб не небольшой. Порядка десяти юридических лиц задных мы проверяем. Но, как правило, это крупные организации. Это организации, которые осуществляют трансграничную передачу, которые ведут обработку биометрических персональных данных. В общем, много характеристик, по которым мы осуществляем отбор юридических лиц для контрольно-надзорных мероприятий. Ну, конечно, в этот перечень попадают те организации, которые в предыдущие годы нарушали законодательство и были в отношении них административные мероприятия. Поэтому, если у законопослушные операторы, то проверок бояться не стоит. Но в любом случае проверка – это не карательное средство. Это наше содействие в приведении вашей организации обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. То есть страшного нет ничего. Ну, тут термометрия сотрудников обязательно под нормативно-правовым актом Роспотребнадзора. Ну, тут это отраслевое законодательство. Если законом, федеральным законодательством это предписано, то тут, как в законе написано, что согласие, без согласия только в определенных случаях, в том числе в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. То есть если федеральным законом предписано полномочие права, то надо их исполнять. Вот про термометрию, ну, тут этот вопрос нужно, наверное, проанализировать отраслевое законодательство, что Роспотребнадзор указывает и какими документами. То есть так сложно сказать, надо смотреть. Если есть какие-то обращения, то вы можете к нам по электронной почте обращаться через форму обращения, она тоже здесь на нашем сайте. И тогда мы уже берем законодательство отраслевое, анализируем и даем уже такой, с учетом позиции центрального аппарата Роспотребнадзора, даем развернутый ответ. Спасибо. Если есть вопросы, готовы ответить. Если нет вопросов, в общем-то, в рабочем порядке, контактные данные мы предоставили, мы открыты для общения. Наша задача и интерес состоит в том, чтобы помочь операторам наладить эту работу по обработке персональных данных. Так что звоните, обращайтесь, будем рады помочь. Можно я правильно спрашиваю? У нас есть организации, которые работают очень много лет, и, возможно, они есть в реестре, это уже, да, но снилось руководство. И каким образом можно найти себя? Замечательный вопрос. Я хотела о нем сказать, упустила. Значит, очень просто найти. Информация из реестра персональных данных, она открыта. Заходите в поисковой строке, набираете портал персональных данных и осуществляете поиск по ИНМ. Вам выдается ваша запись в реестре с номером регистрационным и теми сведениями, которые вы подавали, либо уведомлением, либо корректировали информационными письмами о внесении знаний. Ну и, собственно, такой, наверное, еще момент. Так как большая часть наших некоммерческих организаций работают в основном на мероприятия, на проекты, на деятельность, да, и, ну, сотрудников не так много в штате, чтобы ввести там трудовые книги и прочее, обсуждение и так далее. Вот. У них, конечно, в большей степени формируется, ну, такой пакет документов, да, это списки участников мероприятий, где вот они формируют, ну, может быть, это фамилия научного, дата рождения и, ну, как правило, там, может быть, что-то передают, да, либо это еще второй вариант, когда людям оказывают некую помощь в той или иной ситуации, да, наши некоммерческие организации организуются и оказывают помощь, там, больным деткам, там, или, может быть, пожилым людям и так далее. Вот здесь вот эта вся система работает по тому же ДНСКу, правильно? Ну, я поняла вопрос, да. Вот смотрите, если это касается передачи тех данных, которые вам стали известны в рамках трудового законодательства, то в любом случае от работника, от сотрудника берется согласие на работу профессиональных данных, включая передачу конкретным лицам, кому передаете с какой целью, в каком объеме. То есть это согласие должно быть. Если это идет какая-то адресная помощь, идет какая-то целевая помощь, опять-таки, если она не именная, документная, то лишней информации, скажем, вам же не обязательно передача, она обязательно с письменного согласия, передача. Поэтому каждую ситуацию нужно разбирать отдельно. Если, допустим, это входит в полномочия, в основные полномочия организации, ну нет, я за то, чтобы все равно было какое-то согласие, форма согласия. Форма согласия. А что в том числе и, например, если мы продлинули списки участников того или иного мероприятия, ну, то есть мы учащихся в семинаре или тренинге, да? Вот, ну, к примеру, здесь необходимо вместе с просьбой заполнить ее форму предлагать согласие на работу. Ну, достаточно в любой форме, которую вас заполняют, посмотреть поле, где гражданин может дать подписаться дальше согласие, предоставление согласия. Это же касается и форм сбора персональных данных на сайтах, то есть обязательно должно быть поле, где имеет возможность человек поставить галочку. Вот. И, как правило, вам же направляют извне каких-то, да, то есть собирает персональные данные изначально оператор другой, и они вам передают с определенной целью. В этом случае тот организаций, которая первоначально собирала данные, она должна получить согласие на передачу. То есть передача в любом случае в 100% в том числе и в любом случае это должна быть с согласием субъектом. Саня, ничего. Слышать, слышать, не вижу. Слышать, да, коллеги? Когда мы с вами проводим мероприятие, то есть мы обязательно должны с вами предусматривать вот этот пункт во всех наших списках, да, и так далее. То есть на будущее мы с вами об этом должны помнить. Есть какие-то вопросы? Кто-то включился в микрофон? Хотите что-то задать? Нет, наверное, да? Я микрофон поняла, как включил, а что-то пропало у меня. Возможности, понятно. До с начала. Мы завершаем, в принципе, наш вебинар. Если вопросов на данный момент нет к нашему спикеру, да, то на все уже ответили. Если возникает, уже дали координаты и, собственно, каким образом можно обращаться. Вот мы как ресурсный центр всегда готовы, мне не видно говорить, мы как ресурсный центр всегда готовы оказать поддержку, в том числе и помочь вам найти ответы на ваши вопросы, работая совместно с полномоченными органами. Спасибо за внимание всем, за активность. Берегите свои персональные данные, персональные данные ваших сотрудников и клиентов. Сегодня консеренция по персональным данным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова